Доброго всем вечерочка! А может и дня ночи. Кто как смотрит. Мы снова в клубном гараже, снова с Алексеем. И у нас сегодня по многочисленнейшим заявкам кузов B4. Audi 80. Давай откроем капот. Покажем. Да. Здесь вот сейчас такое чудовище. Несколько слов об этом автомобиле. Здесь был двигатель АБТ с мановпрыском. Стал АБК. Тоже 2 литра, как и АБТ и АБК. Но уже с инвентом. Уже с жигулевским воздушным фильтром. Как это не бескорбно. В общем, человек захотел другой мотор. Человек захотел другой впрыск. Тадам! Получил. Все работает, все заводится, все ездит. В целом, B4. Великое множество двигателей ставилось. Великое множество трансмиссий ставилось. Насколько мне известно, B4, ну, вообще, Audi 80, что B3, что B4, что B2. На Ваге, как бы, была такая, как бы, ну, можно сказать, экспериментальная модель. То есть на них ставили самые злые двигатели. На них откатывались все такие вот хорошие решения, которые потом пришли на А6, на Сотки, на все остальное. Опять же, кузов B3, это была революция прям по аэродинамике, по форме. То есть в 80-е годы она кругленькая такая, прям прекрасненькая, красивенькая была. Вариации квадро, не квадро. Да и все, что угодно в них было. То есть климаты, деревяшки, аэрбэги. Ну, все, что можно, откатывалось бы на 80-ка. Вот. Самое злое, что есть... А, кабриолет Audi 80. Да, была такая, точно. Кабр, вот, кабр прям, я даже себе... Эх. Да. Кабры были... Представь себе, кабр с 2.8, с V6. Зло. Это зло. Как говорил мой, точнее, и говорит, мой товарищ, который пересел все-таки на А6 с 80-ки. Вот. У него была, как бы, 80-ка, последняя вот стадия бочкофилии, я так сказал. Вот. То есть это V6, это квадро, это авант. Со всеми возможными плюшками. Вот. Все бочководы обязательно собирают ништяки всегда. То есть там высокие и низкие карты, деревяшки, аэрбэги. Климаты, пластмасски, вот, не знаю, вот, какая-то отдельная каста людей, которые любят бочки. Прям вот, я назвал там, ярыми фанатами этого всего. Не знаю, как. Те же фары, моноблоки. Да и просто страшно подумать о том, сколько ништяков можно собирать на 80-ку. Могу сказать, свое слово вставлю, свои три копеечки. У меня, ребят, был опыт общения с 80-кой, это был B3-й кузов. И это было приблизительно 2007-й год, по-моему. Купил, как обычно, купил хлам. Поездил две недели, по-моему. Продал. Успел даже зарегистрировать. В общем, ты анонимный бочкофил. Я анонимный, анонимный. Очень сильно анонимный. Но у меня как-то... Потом я себе купил девятину свежую. И 6 лет, по-моему, или 5 лет, сколько, я уже не помню. Но очень много лет я ездил. Не, ну на самом деле там была не 80-ка, а просто дровина. Вот. Ну, вот так вот. Вот такой вот я покупатель автомобиля. И до сих пор ведь хлам собирают, ты посмотри. Видимо, что-то в крови. Да, что-то в крови. Ну, да. Подвеска. Вот это вот... Пусть вот первый, кто скажет, что подвеска в Audi 80-ке это прям сильная сторона, бросит меня камень. Подвески хватает на сезон. Не знаю. Сравнить вот такой вот цилиндлок подрамника на 80-ке и вот такой вот цилиндлок подрамника на А6 или на сотке, там, на 44-м, на 45-м кузове. Вот как это можно было сделать? Вот такие же саленблочки рычагов, там. И можно как-то вылечить, там, установкой кованых рычагов. Но все равно это не ходит, все равно это не работает, все равно это постоянно что-то погромыхивает, постоянно какая-то она не такая. Передняя подвеска полнейшая отстойка. Я полностью согласен. Вот у меня тогда тоже все гремело. Да, вот подвеска, ну, вообще никакая. Баттерейный кузов, это вообще лютый ад. Как можно было движок поставить на подрамник? А что ты у меня спрашиваешь? Я не знаю. Я у себя спрашиваю, я спрашиваю у завода Ингольштадта, как можно было поставить движок на подрамник? Зачем это было сделано? То есть движок висит на подрамнике, и мы имеем одну лапу коробки. И все. Саленблоки задней балки на B3, это вот такая же вот ерунда маленькая. Да, на B4 сделали хороший, добрый саленблок. Но на B3 это просто вот так выкидывается. Подвеска мерзость, просто мерзость. Ничего больше плохого за машину сказать не могу. Да, не очень удобно и в ремонте. Да, там доступно где-то как-то. С V6 это вообще лютый ад. Но подвеска это просто... О, кстати, ставлю еще 3 копейки. Ну-ка. Палыч несколько лет ездил на 80-ке, и знаете, что он про нее говорит? Говно! Говно! Просто говно! Именно про подвеску. Вот он именно так плохо отзывается про подвеску. Так что, Палыч, если ты смотришь, ставь лайк. Кватроподвеска. На B3 это вообще просто взрыв мозга. Это еще хуже. Это подруливающие тяги. Это такие же рычаги, как спереди. Такие же маленькие саленблоки. То есть, ну, вообще B3, кватро найти, ну, не знаю, невозможно практически. Вот. B4, кватро, да, они присутствуют. Они пока что в доступе. Офигенский плюс B4. Зачем я это делал? Так, не знаю. Тебе захотелось проверить, B4 или это? Ауди ли это вообще? Вот. Офигенный плюс B4, что сюда можно поставить кватро болтом. Без сварки кузова практически. То есть, это немножко сделать кронштейн под подвесной подшипник, всыпать сюда кватро и все. И у тебя прям шоколад. Вот. Кватроподвеска, в принципе, мы, кстати, говорили, вот B5 S-ка у нас была. Да. Вот. Подвеска такая же вот у кватро, что на B5. Подвеска A4, подвеска как бы ремонтопригодна, нормальная, не выносящая мозг. Можно брать. Ну, можно брать кватро, да. Проблема еще, кстати, вот, допустим, красивые диски сюда довольно сложно найти, потому что 4 болта, 4 на 108. Вот. Такая специфичная разболтовка. Вот. Ну, довольно сложно это все ищется. Некоторые переделывают на 5 болтов, но это, опять же, лютый гемор. Вот. Задняя ступица, получается, A4, B5 надо ищутся. Тут чуть ли не с V8 приходится искать ступицы, искать и ставить. Опять же, великое множество тормозов на них было. Гирлинг 60 двухпрышневые, обычные, вентилируемые, невентилируемые, побольше, поменьше. Можно заманаться, перечислять это все. В салон. Ну, ничего выдающегося. Опять же, как сказал один мой товарищ, если ты хочешь чувствовать плечо друга рядом, коленки своей девушки сзади, то покупай Audi 80. То есть, просторно, офигенски, прям хорошо, богато. В салоне. Ну, да. Чего-то не хватает. Ну, места, мне кажется, не хватает. Да? Ну, а так вот, в принципе-то что, приборка, по-моему, почти такая же, как у сотки. Ну, клавиши, клавиши, блок управления, по-моему, все то же самое. Приборка тут тоже, как бы, отдельная песня. Были приборки на них ВДО, были приборки на них УН-4, на которых невозможно скрутить пробег, которые... Да, ты что? Да, которые ломаются, которые не появятся, приборки постоянно у них глючат. Ну, тоже ничего хорошего. Бордкомпьютер на ВДО-4. Помнится, мне один почковод продал бордкомп, чтобы купить два задних подшипника. Бордкомп летит, ну, как, раскупается, как горячий пирожок, стоит каких-то бешенячих денег, порядка, там, десятки. Ну, а по коррозионной стойкости вот, когда... Ну, коррозионная стойкость, как бы, как все Ауди, не гниет. То есть, гнилых крыльев там... Вот, кстати, гнилых крыльев я очень мало наблюдал на ВДО-3, на ВДО-4. Но, по большей части, они все были в узел завязанный, потом немножко развязанный, поэтому они гниловатые такие. Со злыми моторами у них еще проблемы присутствуют. Там, допустим, 2.3, В6, у них либо стаканы отламываются, либо лонжероны съезжаются. Да, да, здесь составился 2.3, такой же, как у тебя в Бордовой тоже. Слушай, как-то хреново они экспериментировали. Ну, опять же, мы говорим об автомобиле, которому 20, почти 30 лет. Да, и мы говорим, что... Лонжероны-то у него слабоваты, 30 лет не сходили. Вот ведь ублюдки, а? Вот немцы говна-то понапридумывали, понаделали, главное. А мы через 30 лет мучаемся. Вот ведь паразиты. Это они специально нам мстят за 45 лет. Вот именно, да. И когда они давали 10 лет гарантии от сквозной коррозии, прошли 10 лет. Ну, честно сказать, это Audi, мы их любим, мы их уважаем. Ну, 80-ки мы чуть меньше уважаем. Слишком они специфичны. Еще 5 копеек хочу вставить. Это уже к общему вопросу по поводу вот таких вот старых автомобилей. Если вы человек, который реально задумывается о покупке такого авто. Если у вас есть... Ну, сколько? 100 тысяч рублей она там стоит? Ну, грубо говоря, да. Ну, другая. Если у вас есть 100 тысяч рублей. И вы сидите себе, как я обычно. Вот у меня есть 100 тысяч, да. Я открываю объявление за 100 тысяч. И такой... Сейчас я себе тут понавыбираю. Ммм, столько тачек. И если вы думаете, что вы потратите 100 тысяч рублей, и на этом остановится все, то вы так еще никогда в жизни не заблуждались. Сейчас прям вот, прям, 3 примера. Я 2-то сразу могу назвать. Прям сегодняшний. Сейчас, давай, давай. Сейчас сначала я скажу. Бордовая машина, которую я купил. Купил за 80. Вложено еще 80. Еще нужно сейчас, по-моему, в районе 20-ки, да? Ну, что-то около того. То есть, это уже больше стоимости машины. И при этом машина, во-первых, все равно похожа на кусок говна. А во-вторых, сука, она еще и не оформляется. Ну, это уже не проблема машины, это проблема... Ладно, хорошо, не досмотрели. Это раз. Второе. Черная сотка. При стоимости автомобиля 120 тысяч рублей обошлась она уже... Ты уже больше, наверное, чем в 300. Ну, да. Крокодил. Крокодил твой. Это вообще... Вы можете купить такую за 100. А там уже, вон, 700 у Лехи. Мустанг. Мустанг. Как я люблю форды. Пацаны, это пока что, это самый... Самый... Наименее, наверное, вот... Да, зато мы ждем задние рычаги с Америки. Прям вот, прям с Америки. Дядя Сэм нам рычаги шлет. В общем, ребят, а, ну и скажи вот, да, сегодняшний пример. Ну, вот, вот этот автомобиль. 80 тысяч рублей куплен, 90 тысяч рублей запихано. Вот, запихано за две недели. То есть, это мотор, впрыск, это подвесочка, это тормозишки, это то, все, пятое, десятое. 90 тысяч. Второй пример. Сегодня приезжает 44-й кузов, переходка 90-го года, как бы, который цена в базарный день 60 тысяч. Вот, то есть, как бы, беглым осмотром я людям накидываю бюджет еще в 60. То есть, там, да, жив кузов, она красивая, она, как бы, выглядит на машину, но мертвое все, там, подвеска, ходовка, все-все-все, то есть, сразу же ценник машины еще сверху падает. И, как бы, да, ты правильно сказал, надо быть готовым к тому, что она будет просить денег. Поэтому, ребят, не повторяйте чужих ошибок. Есть у вас 100 тысяч. Купите вы девяточку за полтинник и копите дальше бабло. Не смотрите в сторону таких автомобилей, если у вас больше нет, если вы студент, если вы планируете просто заправлять машину. Купите девятку, в крайнем случае, господи, двигатель у вас накрылся. Да пошли, новый купили. На разборке за, ну, не новый, понятно, на разборке взяли живой там за 7 тысяч. За 8, не знаю, сколько он там сейчас стоит. Карабас, пошли, за 4 нашли. Муха по полю пошла, муха денюжку нашла. А так вот мы карабасим. О, карабас, бля, никому не нужен карабас. Нет, мой, нормальный. Только поставили рабочий, глянь, рабочий, все чики-пуки. А смотри, я левой рукой, да, как будто на праворульной еду, это плашара. Поэтому, ребят, по школе своей думайте. Мать вашу. Нет, можете не думать. Можете не думать, и у Лехи еще плюс 200 клиентов. Нет, ребят, на самом деле, просто от всей души желаем вам... Нет, просто после таких необдуманных покупок люди начинают говорить, что как бы Ауди, Гэ, что сервисы там обдирают их и все остальное. Но если вы купили Гэ, то как быть-то? Да, увы. Поэтому, чтобы не купить Гэ, машину еще нужно продиагностировать. Соответственно, контакты Алексея в описании. Приехали. Алексей посмотрел, сказал, что ребята, сколько вы готовы вообще бабла сюда валить? Вы такие, ну, у меня есть 10 тысяч на регистрацию. Пацаны, валите отсюда! Все, лесом, бежите! Волосы назад! Роняя кал! Фу. Как угодно! Но просто бежите отсюда! Вот. Если вы говорите, что, блин, ну, у меня... Я вообще в месяц там, калым, там, только полтаж вообще имею, там, легко. Да вообще не вопрос, будешь ездить, все там, по фэншуете и сделаю. Поэтому все, включаем голову. Это относится сейчас не только к B4, к B3. Мы вообще сейчас про старые помойки, там, подытожим. Так что, ребят, всем удачи, на дорогах, всем пока! Да? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, и засратый колокольчик, называемый, нажимайте, а то уведомление не придет. Все!